Я приветствую вас, дорогие читатели и зрители. Сегодня мы беседуем с Русланом Красновым. Руслан Краснов является руководителем студии РЭД, который занимается созданием видеороликов, архитектурных макетов, выставочных стендов, созданием сайтов и продвижением сайтов. Также Руслан Краснов является видеоблогером и на своем блоге рассказывает, раскрывает вопросы по бизнесу, в частности по творческому и креативному бизнесу. Также Руслан является интереснейшим человеком, мне будет сегодня особенно приятно с ним побеседовать. Руслан, привет! Привет! Пользуясь случаем, я хочу рассказать немножко, отойти от интервью и рассказать, что в Санкт-Петербурге недавно проходило событие Lifestyle Mastermind с частью Артема Мельника, организатора передачи «Секрет новых богатых», которой в результате встречи организовалось две пары, которые решили попрактиковать бедность и решили отправиться автостопом до Станы, в Санкт-Петербург. Практика бедности, лучше так сказать, потому что бедность и практика бедности – разные вещи. Чтобы люди не подумали, что они стали бедными, а наоборот, они стали богаче. Их были условия, что у них не было денег, и нужно было доехать автостопом до Станы. Я вот пользуясь случаем, хочу выразить Руслану большую благодарность за то, что он подарил возможность нашим участникам долететь до Станы, насамаливать непосредственно. И на самом деле, я думаю, что благодарны и те читатели, и зрители, которые следят за путешествиями ребят. И я думаю, что для ребят это большой подарок. Спасибо тебе, Руслан, большое. Пожалуйста, неожиданно, что у тебя это благодарно звучит. Я тоже слежу за этим путешествием, и было здорово узнать об этом. Руслан, ты сейчас являешься руководителем своей видеостудии, ты также являешься предпринимателем. Вот, расскажи, пожалуйста, подробнее, с чего началось создание своего проекта, развитие своего собственного бизнеса. Работал ли ты раньше по найму, и какой опыт ты из этого получил, из работы по найму? Да, я работал по найму, я работал по найму, по-моему, около семи лет. И я еще в момент, когда учился в университете, по образованию социолога, я пошел заниматься маркетинговыми исследованиями. Ну, иначе говоря, это деятельность, которая посвящена изучению рынка, изучению того, как люди делают покупки, как они реагируют на рекламу и так далее. И я занимался тем, что я проводил исследования, я консультировал компании о том, как им заниматься маркетингом. И это дало мне очень хороший опыт и знание именно в области маркетинга. Я изучил законы маркетинга, я изучил то, как работает реклама, как работает рынок. И это, конечно, очень сильно помогло мне при создании своего бизнеса. Поскольку в бизнесе маркетинг – это очень важная составляющая. Второе – я работал в двух компаниях, и обе эти компании были небольшими. То есть называется «малый бизнес». И это позволило мне изучить всю цепочку работы от и до. То есть моя задача была и найти клиента, и презентовать ему наши услуги, и заключить договор, и провести само исследование, и сделать презентацию проекта, и получить деньги. В результате я знал все, и после этого делать свой бизнес уже не составляло труда. Поэтому я считаю, что этот опыт был очень хорошим. И, в принципе, если говорить о начале бизнеса, и если бы, скажем так, ко мне пришел человек и сказал, «Руслан, вот я хочу делать бизнес в какой-то сфере, с чего мне лучше начать?» Лучше начать, конечно, с того, чтобы пойти работать по найму в компанию, которая работает в этой сфере бизнеса, и узнать все изнутри. Соглашусь с тобой. А вот именно момент помнишь, с чего ты вдруг решил создать свой бизнес? Ну, скажем так, я бы не сказал, что это был какой-то момент, что вот я шел-шел, и вдруг настало зарение. Скорее, это такое чувство, да, или такое желание, которое сформировалось постепенно. То есть накапливалась какая-то критическая масса, да, а потом просто, как, не знаю, последняя капля или какой-то триггер. Попадается какая-то книжка, попадается, там, какой-то, может быть, фильм, происходит общение с каким-то человеком, и все, ты уже как бы не можешь ничего не делать. Для меня это было, там, пару книжек. Это была книжка, естественно, Роберта Киасаки, которую, наверное, все знают, «Бедный папа, богатый папа». И книжка Сергея Азимова «Как делать бизнес, как зарабатывать деньги без стартового капитала». Вот, и как тут все как-то так совпало, я уже был готов, и после этого уже начал осознанно предпринять шаги для того, чтобы такой бизнес появился. Ну, появился. Отлично. Вот есть одна такая замечательная фраза, что люди будут счастливы, если они будут идти к своей цели, к своей ключевое, да, слово, через свою дверь. Вот, ты занимаешься сейчас любимым делом, тебе нравится этим заниматься. Вот, как ты осознала, что вот именно это дело, твое любимое дело, и вот, что именно душевный комфорт можно найти, только занимаясь любимым делом? Такой многогранный, сложный фразовский вопрос. Ну, первое, я, наверное, должен признаться, что я, наверное, не обрел тот самый душевный прям комфорт, да, по крайней мере, в общепринятом каком-то понимании этого слова. Вообще, если говорить о бизнесе, о предпринимательстве, то это не та деятельность, которая как-то способствует, честно скажу, душевному комфорту. Это такая достаточно жесткая игра по жестким правилам. Да, если человек идет в бизнес для того, чтобы, скажем так, расслабляться, получать комфорт, да, и находить какое-то равновесие, то, конечно, наверное, ему лучше не в бизнес идти, а в какое-нибудь другое место. Вот. Скорее, для меня интереснее, да, это какое-то движение, какая-то активность, какая-то движуха должна быть, да, потому что мне кажется, что и в бизнесе, и вообще, как бы, если говорить о творчестве, любому творчественному человеку свойственная какая-то неудовлетворенность как раз, да, и она, собственно говоря, двигает вперед, то есть недовольство тем, что есть, да, и это как раз и заставляет что-то делать. По большому счету, вот, если говорить о, там, каком-то призвании, как говоришь, любимом деле, да, то мне кажется, что истинное призвание человека в том, что он не может не делать. Ну, очевидно, я там, не знаю, писатель не может не писать, художник не может не рисовать, ну, а предприниматель не может ничего не предпринимать, да, И поэтому я сторонник того, что главное это просто осознавать, собственно говоря, вот этот внутренний интерес, вот это внутреннее желание что-то делать, да, и просто следовать этому. Но это не значит, что нужно просто пребывать в таком блаженстве, да, вот оно все само собой начнет происходить. Совсем нет, наоборот, есть такой зазор мощный между тем, что ты хочешь, да, и тем, что есть на самом деле. И вот этот зазор есть как поле для работы, и вот когда ты идешь к этому, реализуешь себя, да, тогда вот и наступает то самое ощущение, да, там, любимое дело, там, драйва, там, какого-то эмоционального подъема. И я бы не сказал, что я это как-то понял, да, и я как-то это там пришел к этому и сделал это правильно в своей жизни. Скорее все происходит так, что когда ты сделаешь что-то правильно, у тебя поднимается энергия, тебе становится хорошо, у тебя глаза горят. Да, когда ты делаешь что-то не то, что-то делаешь неправильно, ну, ты как-то вянешь, тухнешь, получается какая-то такая депрессивная какие-то мысли, да, поэтому скорее надо просто, ну, для меня, я не буду говорить, что надо для других, все в стороны по-разному, для меня это просто такой постоянный поиск своего направления, да. Потому что интерес и любимое дело, оно тоже постоянно меняется, то есть мне раньше было интересно одно, сейчас интересно другое. Я не сказала, что у меня есть любимое дело на всю жизнь. Нет, я не сторонник такого подхода. Скорее, это просто следование собственному интересу, я бы так назвал. Отлично. Давай немножко поговорим о твоем бизнесе. В интервью с Леонидом Бугаевым вы разговаривали о том, что сейчас у тебя есть компания, стоит у нас 15 человек, вот, и ты не хочешь расширяться, не хочешь расширяться по нескольким причинам. Во-первых, ты просто не хочешь расширяться, как ты говорила. Во-вторых, ты не хочешь дополнительных офисных работников нанимать. И в-третьих, ты считаешь, что вот такая вот малая компания, она наиболее эффективна и результативна с точки зрения вздействования человеческого ресурса, да. И гиганты, большие компании по сравнению с маленькие, ну, менее выигрышные, менее результативны и эффективны. Вот по твоему опыту, может быть, по опыту твоих знакомых и друзей, все-таки какие еще дополнительные плюсы создания вот именно такой небольшой компании? И можно ли вот с такой компанией получить вот ту долгожданную финансовую свободу, о которой все так мечтают? У тебя такой многоуровневый вопрос, но давай по порядку. То есть, да, мы проводили замечательные интервью с Леонидом Бугаевым, и мы оба с ним то, что называют креативные предприниматели, да, то есть, которые делают бизнес в креативной сфере, и этот бизнес, конечно, относится к разряду малого бизнеса. То есть, начнем говоря, это малая команда, да, которая действительно эффективно действует. В принципе, просто нужно определиться изначально, то есть, или ты создаешь армию, да, громадная армия, или ты создаешь партизанский отряд. Да, понятно, что армия воюет по одним законам, партизанский отряд воюет по другим законам, да, и нельзя просто брать, например, модели крупных компаний и перекладывать их на малый бизнес, потому что совершенно другие правила, да, совершенно другой подход. И поэтому это вопрос выбора, наверное, да, в принципе, ну, выбора того, что интересно делать. Мне интереснее действительно создавать какие-то эффективные вещи, да, мне интересно контролировать ситуацию, да, мне интересно, когда я понимаю, да, что происходит вокруг меня, да, когда у меня есть личный контакт со всеми моими сотрудниками. Это просто вопрос внутреннего выбора. Понятно, что нельзя сказать, что только такие компании, да, эффективно, да, компания, там, есть компания, например, Apple, да, она, это компания с тысячами и тысячами сотрудников, да, и, в общем, нельзя сказать, что она неэффективна, да, просто это другой бизнес, да, и как раз в интервью с Леонидом мы обсуждали, какой-то само этот бизнес дается, да, поскольку все-таки я хотел бы, чтобы бизнес занимал не всю мою жизнь, да, не все 24 часа в сутки и 365 дней в году, да, я просто не хочу, что называется, уходить на это настолько с головой, да, и строить империю. Мне, как бы, этого не нужно. Мне нужно делать то, что мне интересно, да, и получать вот этого удовлетворение. То, что касается финансовой независимости, да, ну, тут вообще, конечно, надо разобраться, что имеется в виду, да, если имеется в виду некоторый, как просто, да, стабильный поток денег, да, который обеспечивает тебя, и ты можешь не работать, да, то, в принципе, наверное, от характера бизнеса, даже от его размера, это не зависит. Просто должен быть такой бизнес, который тебе позволяет это делать. Другое дело, что, в общем, сложный вопрос, как этого добиться, потому что я тоже постоянно думаю об этом. В чем проблема, да? Проблема в том, что, с одной стороны, бизнес должен работать без тебя, иначе говоря, аномно, да, с другой стороны, бизнес не должен без тебя отходиться. Это вопрос контроля, да, ну, потому что, если ты не нужен бизнесу, да, то бизнес очень быстро станет не твоим. Ну, да, согласна. И, соответственно, вопрос в том, как вот найти этот баланс, да, между автономностью и контролем. И я не могу сказать, что я достиг этого баланса, и единственное, чем я могу попасть, это тем, что я научился контролировать бизнес удаленно. Да, то есть я работаю, у меня нет такой финансовой независимости, что я могу вообще ничего не делать, да, я работаю, но я работаю удаленно. Я освоил, скажем так, мобильные разные технологии управления, да, которые позволяют мне, ну, словно, я там уехал, например, на два месяца путешествия, да, и при этом бизнес будет продолжать работать. Здорово, здорово. Руслан, ты сейчас ведешь также свой видеоблог, выкладываешь видео, пишешь статьи, это такая творческая тоже направление творческой деятельности. Вот твои видеоролики на YouTube достигают вот таких больших, низкотисеч просмотров буквально за неделю, комментируемость большая, да, там лайки ставят. Вот как ты достигаешь вот такого вот результата, в чем секреты? Ну, я скажу честно, что вот тот результат, который сейчас называешь большим, меня он не удовлетворяет совершенно, да, потому что большое число просмотров, это там сотни тысяч просмотров, да, это называют большим числом. Скорее, я сейчас просто нахожусь на стадии эксперимента, то есть я совсем недавно, это произошло буквально пару месяцев назад, когда я начал экспериментировать, в принципе, с продвижением видео, снимать видео именно для YouTube, выкладывать видео на YouTube и учиться их продвигать. Но, собственно говоря, никаких секретов здесь нет, здесь просто есть две составляющие успеха, да. Первое – это само видео, да. Иначе говоря, видео должно быть таким, чтобы люди не только его посмотрели, да, но и захотели бы им поделиться. Это называется вирусный эффект, да, потому что если видео не вдохновляет, да, то ты должна будешь каждый просмотр чем-то мотивировать, да. Намного эффективнее запустить ролик, да, чтобы люди его сами распространяли, да. Это непростая задача, да, это задача, требующая, как бы, качественную работу над самим видео, да, но это важный момент. Вот, как раскрутить видео, которое никому не интересно, я не знаю, и, как бы, никак. Единственный ответ. Второй момент, да, второй момент – это, собственно говоря, продвижение, да. Да, я думаю, что если ты сняла гениальное видео, но совершенно не вложилась в его продвижение, то рассчитывать на то, что его посмотрят большое число людей – бесполезно. Ну, разве что тебе повезет, там, случайно какой-то там видеоблогер с большим числом подписчиков, или, не знаю, с каналом большим, да, у себя это видео разместит и его посмотрят. Но если этого не произойдет, то ты можешь остаться просто неизвестным, да. И если говорить вообще о моем блоге, вот не видеоблоге, а вообще блоге, да, я как раз постоянно говорю о том, что занимайтесь продвижением, потому что именно занятие продвижением обеспечивается, собственно говоря, тот самый успех и количественный, и коммерческий, да. Если говорить о продвижении на Ютубе, да, я из своих, как бы, экспериментов понял для себя следующую вещь, что самое эффективное – это продвижение через социальные сети, да. А именно для меня это Facebook. У меня есть своя группа на Facebook, да, и, в общем, только благодаря ней я могу вот эти самые несколько тысяч просмотров обеспечить, да. В общем, это небольшая проблема. Если, скажем так, лениво заниматься там развитием своих групп и так далее, то есть специальные сервисы, да, если говорить о Facebook, есть замечательный сервис Veru, его создали в Силиконовой долине наши ребята, выборцы из России. Вот, он как раз занимается тем, что сеет, делает посев, ну, иначе говоря, размещает твои видео на площадках в Facebook, да, и гарантирует тебе определенное количество просмотров. И есть сервис, который разработали наши коллеги в Питере, агентство сметана, агентство вирусного маркетинга. Называется он Sidor, да, он сеет видео в ВКонтакте. Ну, ВКонтакт – более популярная сеть у нас в России. Да, желаю. Поэтому, как вариант, ну, просто дешевле. Ну, естественно, кстати, это стоит денег, да, надо понимать. То есть рассчитывать на то, что ты там делаешь какие-то волшебные пассы, да, и твои видео посмотрят там сотни тысяч человек. Может быть, это работало, я не знаю, там, 10 лет назад, да, когда еще вообще не существовало никакой там, не знаю, конкуренции, там, выложить видео на YouTube, это было чем-то там изрядовым выходящим. Сейчас уже не так, да. Сейчас, как бы, чтобы выделиться, должна и предпринимать какие-то усилия, там, институтальные, там, физические, да, ну, плюс траги деньги. Небольшие, конечно, то есть там не надо трагить какие-то там десятки, сотни тысяч рублей. Но, скажем так, в целом, по моей статистике, один просмотр, где-то, как бы, если продвигаешь видео, да, стоит рубль. Ну, моя статистика такая. Слушайте, здорово. Я узнала впервые об этих сервисах. Спасибо тебе большое. Спасибо. И, может, это буду применять. Руслан, я знаю, что ты любишь путешествовать. Вот, расскажи, пожалуйста, какие цели ты преследуешь, путешествуя? Что дает тебе путешествие? Многие люди не любят путешествовать все-таки. Для чего ты это делаешь? Да, ну, вот, не знаю. Все люди, которыми я общаюсь, все любят путешествовать, да? Хотя, может быть, действительно, есть те, кто не любят, но, наверное, они не входят в мое окружение. Ну, в общем, путешествие, мне кажется, действительно, почему я с этого начал, что путешествие нравится так многим, и таким многим, ну, так вот он себе, многим людям нравится, да, что объяснять, почему человек путешествует, ну, как-то, не знаю, может быть, и так понятно, да. Ну, скажем просто лично для меня, да, как любому человеку, ну, или творческому человеку, да, нужна просто смена картинки перед глазами, да, смена впечатлений, чтобы появилась какая-то новая энергия, новая мотивация, там, жажда какой-то новой деятельности, потому что путешествие, ты, в общем-то, оставляешь дома все, что там тебя окружало, да, и, как бы, такой один, на один с собой находишься в каком-то новом пространстве, да, это, естественно, как бы, вот такое, сознание меняет, да, сознание меняет, и это очень здорово, потому что происходят всякие внутренние интересные события, которые позволяют посмотреть на свои мысли, на свой бизнес, на свою жизнь просто другими глазами, ну, если уходить такой, как бы, разряд психологии, да, потому что любое путешествие, все равно путешествие, как бы, внутри себя, да, вот, ну, а если просто говорить о путешествии, как привычного понимания, ну, это прикольно, это здорово, это просто драйвово, там, ты, там, едешь, там, на машине, там, какой-нибудь, там, автобаном где-нибудь, там, или вроде, там, поля, там, сидящие, айстына, а что-то, вот, или там, море, или горы, вот, я, ну, занимаюсь, как бы, сноубордингом, да, вот, я, там, ездил на Эльбрус, например, да, это вот ощущение, когда ты приезжаешь в горы, и вот это тебя, как бы, окружает огромное, огромное, как бы, вот, просто огромное пространство, да, и у тебя, действительно, что внутри происходит, и что ты, во-первых, понимаешь, ну, насколько ты, вообще, как-нибудь, постановись с этим всем, как бы, ничтожен, да, а уж проблемы твои, на фоне, если это вообще не имеет никакого значения, да, и, естественно, ты, как бы, освобождаешься от этого, да, но когда ты, просто, там, спускаешься на сноуборде, там, с горы несколько километров, то, ну, это просто, подобно медитации, что ли, да, потому что в момент ты, как-то, ни о чем не думаешь, ты, просто, как бы, сам с собой ты чувствуешь, как бы, все, что тебя окружает, ты чувствуешь себя, ну, вот, так это прикольно-то здорово. Очень здорово. Я не сторонник путешествий, вот, по осмотру, там, достопримечательностей, то есть, там, каких-то культурных артефактов, ну, может быть, потому что мне повезло родиться в Петербурге, да, и если поставить цель вот именно, изучить культуру, то можно вообще из Питера не уезжать. Здесь, как бы, хватит и на меня, и на моих детей. Согласна, согласна. Руслан, являешься ли ты приверженцем здорового образа жизни, занимаешься ли ты спортом, вот, помимо сноутборда, да, в Санкт-Петербурге? Ну, скажем так, я, да, являюсь приверженцем, ну, являюсь не приверженцем, а сторонниками, скажем так, потому что приверженцем меня сложно записать, потому что я могу, там, не знаю, навернуть отбивную, запить вином, я не знаю, там, да, то есть, я не какой-то, там, аскет, да, как бы, тело свое не тренирую, пробежками утром не занимаюсь, вот, единственное, что, я не курю, и, да, и, как бы, запрещаю это делать, например, в моем офисе, да, на моей студии, вот, просто мне жутко не нравится, да, ну, наверное, это относится к здоровому образу жизни, да? Конечно, я думаю, что да. Что касается, там, не знаю, алкоголя, то есть, ну, я, как бы, его не очень много употребляю, но у меня нет, там, запретов, там, не знаю, выпить, там, вина, там, коньяка, там, текилу или водки зимой, да, после хорошей прогулки, вот. Если говорить о каких-то, как бы, специальных занятиях, ну, честно скажу, в последнее время я немножко заброс в это дело, хотя я, вот, просто на уборке тоже рассказал, я, там, и роликами занимался, беговыми лыжами, и плаванием, и скалолазанием, и виндсерфингом, вот, как бы, последние два года на море езжу, это все, как бы, прикольно, и, действительно, это очень сильно помогает и чувствовать себя хорошо, и в хорошем настроении, и заряжать энергии для бизнеса. Вот, сейчас, как бы, осень немножко такая, как бы, особенно в Питере, там, депрессии, ничего делать не хочется, я понимаю, что надо себя, пора надо составлять, все-таки, как бы, что-то делать, пойти в спортзал, прокачаться. Обязательно, в спортзал. Так, ну, вот, и, как ты считаешь, большая ли связь, вот, между хорошим физическим состоянием, здоровьем и крепким, и, вот, успешным ведением бизнеса? Все-таки, связь большая? Ну, все зависит от конкретного человека, да, кто-то, вообще, может, как бы, не ходить никакой в спортзал, не заниматься всем здоровьем, мне просто здоровье дано от рождения, да, оно вот такое крепкое, что, в общем, он на том, что гена заложена, как бы, двигается нормально, да, я могу про себя сказать, да, что для меня, да, эта связь важна, да, то есть, если я вообще не буду заниматься, там, спортом, да, то у меня, как бы, энергетический уровень просто понижается, да, поэтому я все-таки стараюсь осознанно предпринимать какие-то для этого шаги, да, там, не знаю, чувствую, что совсем как-то, ну, завял, да, я, как бы, иду просто в бассейн, да, плаваю, иду в сауну, пропариваюсь, да, и я чувствую, что, ну, окей, теперь хорошо, да, можно это продолжать. Поэтому, конечно, если человек занимается бизнесом, я занимаюсь бизнесом, да, это, как бы, естественно, стрессы, нервики, какие-то, как бы, запары, я таким термином, да, понятно не выражаю. Ну, да. Вот, естественно, нужно как-то это, здравствуйте, разгружать, да, а спортом хороший способ. Соглашусь с тобой. У меня просто приятеля обливается холодной водой, по-второму, например, для этих же целей. Тут тоже способ, но не могу похвастаться. Ну, он говорит, каждый раз, вот, смотри с подозрением на это ведро холодной воды, но, тем не менее, обливается каждый раз. Молодец. Руслан, вот, на твой взгляд, и дай, пожалуйста, рекомендации нашим читателям, как вот идти по жизни с улыбкой, с улыбкой, быть гармоничным и отлично себя чувствовать. Ну, я скажу про себя, да, как я уже сегодня постоянно повторяю, да, все люди разные, вот, но если кого-то отзовется, да, это, я думаю, отзовется у многих людей, это делать то, что интересно, да, потому что когда человек занят тем, что ему действительно интересно, глаза горят, настроение повышается, ну, в общем, здоровье подтягиваемся сразу, когда он приходит в тонус. Когда человек занимается тем, что ему не интересно, когда ему не хочется делать всегда, то голова болит, то еще что-нибудь там, не знаю, заколит, вот, поэтому мне кажется, что секрет в этом. Спасибо тебе, Руслан. Спасибо тебе. До новых встреч. Пока.